Здравствуйте! Мы начинаем занятие йогой, которое нужно каждой девушке, женщине, которая хочет быть здоровой, сильной, красивой и оставаться все время молодой. Мы начнем с поз стоя. Это важные позы, без которых невозможно никакое серьезное занятие. И первая поза – это поза тадасана. Большую часть времени мы с вами стоим, ходим на ногах. И от того, как мы стоим, как распределяется вес нашего тела, зависит наша осанка, зависит положение позвоночника и зависит очень многое – здоровье, наше мироощущение, наши эмоции, наши мысли. Поза тадасана развивает конечности ноги, руки, убирает деформации голени, бедер. И поза тадасана учит правильно ровно стоять. Встаньте на середину кувриков. Соедините вместе внутренние края стоп. Это внутренние части пяток, большие пальцы ног, либо косточки. Сделайте ноги сильными. Поднимите коленные чашечки вверх. И отталкиваясь стопами от пола, растите вверх. Выпрямите локти. Сделайте руки длинными и тяните пальцы рук к стопам, как будто бы вы хотите их достать. Попробуйте сильнее надавить стопами в пол и понаблюдайте, что происходит. Возможно, вы заметите, что ноги начинают удлиняться. Теперь надавите в пол еще сильнее, как будто бы вы хотите его проткнуть и достать нижний этаж. И понаблюдайте, что с вытяжением ног начинается вытяжение нижней части туловища. А теперь понаблюдайте, одинаково ли давление правой стопы и левой стопы в пол. И, возможно, вы заметите, что давление не одинаково. Попробуйте его выровнять. Та стопа, которая более легкая, нажимайте ею сильнее. И удержите это равновесие хотя бы несколько мгновений. Не качайтесь. Нужно стоять твердо, устойчиво, как гора. Вытягивайте вверх позвоночник. Дышите ровно, спокойно. Дыхание от старания не задерживайте. И постарайтесь не напрягать мышцы лица. Расслабьтесь. Поза закончена. Если понаблюдать, как мы с вами стоим, можно заметить следующую картину. Сейчас я буду утрировать, чтобы было более понятно. Часть людей стоит больше на передних частях стоп. Пятки легкие. У этих людей уходит вперед бедра, нижняя часть туловища, что приводит к сжатию нижней части позвоночника. Грудная клетка компенсирует это неправильное положение таза, и люди становятся сутулыми. Сжимаются легкие сердца. Причина депрессивных состояний в сжатой грудной клетке. Это не хорошее положение в тадасане. Вторая группа людей стоит наоборот. Вес у них на пятках. У них уходит нижняя часть туловища, бедра назад, и эти люди прогибают поясницу. Такое положение в тадасане приводит к напряжениям в области таза, в нижней части позвоночника. И вот такое неправильное положение таза тоже является причиной депрессивных состояний. Первое положение, когда вес на пальцах ног – неверное положение. Второе, когда вес на пятках, тоже является негармоничным положением в позах стоя. Правильное положение в тадасане – это равномерное давление и передних, и задних частей стоп. Такая тадасана даст хорошее вытяжение позвоночнику, что в свою очередь приведет к спокойствию, к уравновешенности и к увеличению жизненных сил. Следующая поза – утхита триконасана, поза вытянутого треугольника. Все позы йоги называются на древнем санскрите. Не пугайтесь этих названий, со временем вы их запомните. И проще позы запоминаются, когда мы понимаем значение перевод санскритских слов. Утхит переводится как «вытянутый три-три-кона-угол» – поза вытянутого треугольника. Встаньте в тадасану – это исходная поза. Согните ноги в коленях, соедините ладони перед грудью. Со вдохом, прыжком поставьте ноги примерно на метр десять. Поставьте стопы так, чтобы пальцы ног смотрели вперед. И сделайте движение, которое мы с вами уже освоили. Это колени, вытяжение ног, удлинение позвоночника. Поверните стопу левой ноги внутрь на градусов пять. Поверните правую ногу, поверните всю наружу на девяносто градусов. Поставьте стопы на одну прямую линию. Поднимите вверх коленные чашечки. Вытяните позвоночник вверх. Локти сохраняйте прямыми. И на выдохе наклонитесь вправо. Крепкой правой рукой захватите правую лодыжку. Поднимите левую руку вверх, ладонь вперед. Поверните голову. Удлиняйте ноги, руки и вытягивайте спину. Со вдохом поднимитесь. Поверните стопы вперед. И поверните стопы влево. Правую стопу внутрь на градусов пять. Левую ногу наружу на девяносто. Сделайте вдох. И с выдохом утхита триконасана влево. Захватите крепкой левой рукой левую лодыжку. Правую руку поднимите вверх, ладонь вперед. Постарайтесь стоять твердо, устойчиво, как в тадасане мы стояли. Не качайтесь. Со вдохом поднимитесь. Поверните стопы вперед. Прыжком поставьте ноги вместе. Расслабьтесь. Сейчас мы с вами разберем основные ошибки, которые встречаются при первом выполнении позы треугольника. Эти ошибки очень типичны, поэтому их легко можно запомнить и постараться избавиться от них. Нужно запомнить прежде всего, что все позы йоги – это геометрия, это геометрические формы и фигуры. И поза треугольника – тоже геометрическое название позы. Тело выполняет несколько треугольников, прямые линии, прямые углы. И если эти геометрические фигуры несовершенны, то поза не приносит хорошего эффекта. Прежде всего, нужно научиться ставить стопы на одну линию. Если мы ставим стопы не на одну линию, я сейчас покажу, буду утрировать стопы на разной линии. И когда мы с вами будем выполнять позу, колени согнуты, локти согнуты, никакого треугольника не получается. Поэтому очень важно ставить стопы на одну линию. Мы сейчас потренируемся с вами, первый раз встанем на передний край коврика. Прыгать нужно, я сейчас покажу, достаточно широко расставляя стопы. Если вы стопы поставите близко, то поза будет недостаточно давать эффекта. Если вы поставите стопы очень широко, ну и есть возможность упасть. Ваше расстояние – это перпендикуляры от ладоней до стоп. Эти перпендикуляры должны быть вертикальными линиями. Следующий момент. Когда мы с вами поворачивали стопу левой ноги внутрь, многие поворачивали ведро и туловище вместе с поворотом стопы. Это нарушает положение позвоночника. Поэтому запомните, поворачивая стопу у левой ноги внутрь, не поворачивайте бедро и туловище вслед за левой ногой. А вот правую ногу мы просили повернуть всю наружу. Нога у нас начинается от тазобедренного сустава от паха. Здесь мы ее и поворачиваем. Вы поднимаете переднюю часть стопы и поворачиваете в области паха всю ногу вправо. Видите, теперь стопы у нас не на одной линии. Нам нужно правую стопу передвинуть вперед, так, чтобы центр пятки правой стопы и центр левой стопы находились на одной линии. И поза треугольника. Теперь мы все вместе сделаем еще раз утхито-триконас. Встаньте в тадасану. Согните ноги в коленях, ладони перед грудью. Со вдохом прыжок. Проверьте линию стоп, чтобы стопы не смещались. Выпрямите колени. Выпрямите локти. Первый треугольник – это треугольник, который выполняют наши ноги. И он должен все время расти. А для того, чтобы он рос, нужно удлинять ноги. И отталкиваясь стопами от пола, мы создаем хорошее вытяжение вверх. Поверните стопу левой ноги внутрь на градусов 5. Не поворачивая туловище и бедро вслед за левой стопой. Всю правую ногу поверните наружу в области паха в тазобедренном суставе. И передвиньте стопу так, чтобы правая пятка и левая, средняя часть стопы находились на одной прямой. Выпрямите колени. На выдохе наклонитесь вправо. Захватите крепкой правой рукой правую ногу левую руку. Поднимите вверх, ладонь вперед. Локти прямые. Поверните голову и смотрите на большой палец левой руки. Не наклоняйтесь вперед. Отводите грудную клетку назад, как будто вы стоите у стены. И все части тела должны быть в одной плоскости. Со вдохом поднимитесь. Поверните стопы вперед. Если вы устали, вы можете опустить руки на талию на несколько секунд. Затем снова вытянуть их. Поверните правую стопу внутрь на градусов 5. Левую ногу наружу на 90. Вдох. И на выдохе утхита триканасана. Оставайтесь в позе от 15 до 30 секунд. Со вдохом поднимитесь. Поверните стопы вперед. Прыжком поставьте стопы вместе. Встаньте в тадасану. Сделайте несколько спокойных, ровных вдохов и выдохов. И вы почувствуете, что усталость уходит. Следующая поза называется ваджра-сана. И переводится ваджра-алмаз. Тело, физическое тело от занятий йогой, от выполнения асан становится точеным, крепким, сильным, как алмаз. Как грани хорошо обработанного алмаза. Поза ваджра-сана. Запомните, пожалуйста, эту позу. Она достаточно проста и очень эффективна. Если вы устали, ходили целый день, если у вас гудят ноги, если вы нервничали, то нужно снять напряжение с икроножных мышц, со стоп, с голеней. Это поможет отдохнуть, восстановить силы и расслабиться. Для выполнения позы мы вам предлагаем приготовить валик, свернутый из одеял. Если у вас есть болстеры йоговские, вы можете ими воспользоваться. Сейчас мы покажем позу на эльмире. Нужно сесть на колени, соединить вместе внутренние части стоп, сделать так, чтобы стопы были на одной прямой. Вытянуть все пальчики на ногах и по возможности соединить вместе пятки, хотя это будет сложно в позе. Чтобы не напрягались колени, мы положим этот валик на икроножные мышцы. И садитесь на валик. Когда мы будем выполнять позу, нужно следить за позвоночником. Большинство из нас с вами в первое время прогибает поясницу. Мы сидим вот таким образом. Занимаясь йогой, мы стараемся равномерно весь позвоночник научить вытяжению. Позвоночник у нас начинается от нижнего отдела, от копчика. Поэтому нижний отдел позвоночника я вас попрошу втягивать внутрь и удлинять всю спину. Приготовьтесь. Сядьте на колени. Соедините вместе пятки. Положите валик на икроножные мышцы. И сядьте. Проверьте положение коленей. Они должны быть на одной прямой. Положите руки на бедра. Выпрямите локти. Смотрите прямо перед собой. Наблюдайте, не наклоняете ли вы голову вправо или влево, вперед или назад. Смотрите по центру. И теперь понаблюдайте позвоночник. Прогибаетесь ли вы в пояснице? Чтобы убрать этот прогиб, втяните низ позвоночника внутрь. Втянуть – это значит направить внутрь тела. Направьте копчик внутрь и поднимите все позвонки вверх. Постарайтесь не наклоняться вперед или не отклоняться назад. Не отклоняться вправо или влево. Строго вертикально. Теперь скрестите все пальцы рук прямо перед собой. Со вдохом поднимите руки вверх. Парватасана из ваджрасаны. Вытяжение рук. Выпрямите локти. Пальцы рук все держите в одной плоскости. Не давайте пальцам рук торчать вверх. И тяните ладони вверх, как будто вы хотите поднять выше от ног. Растягивая боковые части туловища, боковые части талии, грудную клетку. Дышите ровно, спокойно. Отпустите руки. Поменяйте перекрест пальцев рук. Если первый раз у вас правая рука сверху, то теперь пустяка пусть это будет левая рука. Или наоборот. Со вдохом еще раз поднимите руки вверх. Помогайте вытяжению позвоночника вытяжением рук. Обратите внимание, если локти наши согнуты, то грудная клетка внутри сохраняет жесткость и напряжение. Выпрямите локти. Мы будем часто повторять эти слова. Втяните их. Втяните. Внешние части локтей нужно направить внутрь. И вытяните сверху. Отпустите руки вниз. Расслабьтесь. Не забывайте во время выполнения поз следить за дыханием. Особенно в начале. От наших стараний, от того, что у нас ничего не получается, мы задерживаем дыхание. Мы стараемся так, что забываем от дыхания, мы как бы замираем в момент выполнения позы. Следите. Дыхание должно оставаться равномерно. Следующая поза – наклон вперед из ваджрасаны. Положите руки на нижнюю часть живота. И поднимая мышцы живота вверх, наклоняйтесь. Как бы укладывая живот на бедра. Вытяните руки вперед. Пальчики рук потяните вперед. Локти прямые. И отталкиваясь руками, старайтесь вес оставить сзади. Положите лоб на пол и расслабьте, отпустите руки. Наклоны вперед помогают снять усталость дня. Помогают расслабить голову. Их хорошо выполнять при мигрениях, головокружениях. Приготовьтесь подняться. Выпрямите локти, посмотрите вперед. Подтягивая ладони к ногам. Сядьте. Положите руки на бедра. Поза закончена. Вариации ваджрасаны. Парватасана. Йога мудрасана из ваджрасаны. Прекрасно снимают усталость ног. Нервное напряжение. Выполняйте эти позы чаще. Вы можете сидеть по телефону, разговаривать в этой позе или читать. В конце рабочего дня это прекрасное снятие усталости. Теперь я вас попрошу встать. И лечь на спину. Ложитесь на спину. Перед тем, как лечь, сядьте ровно, отталкиваясь ладонями, согните ноги в коленях, поставьте стопы на пол. Отведите плечи назад, разворачивая грудную клетку. Теперь, сгибая локти, отпускайте вниз, скругляя поясницу. Поясницу опускайте вниз и ложитесь на спину. Оттолкнитесь стопами от пола и сделайте движение, которое мы с вами уже выполняли. Низ позвоночника нужно направить внутрь, сделать его активным. Поднимите руки за голову, скрестите большие пальцы рук. Втяните локти и удлиняйте руки, удаляя ладони от туловища. Сохраняя руки вытянутыми, выпрямите ноги, соедините вместе пятки, большие пальцы ног, так, как мы с вами делали в тадасане. Теперь, отталкиваясь пятками, постарайтесь всю заднюю поверхность ног приблизить к полу. И вы заметите трудность. В задней части колени не ложатся на пол, в задней части бедер. А мы стараемся их положить на пол. Но когда мы работаем с ногами, мы забываем о пояснице. У нас поясница начинает прогибаться и идти вверх. Направляйте низ позвоночника внутрь, и тогда позвоночник получит равномерное вытяжение. Теперь поменяйте перекрест больших пальцев рук. И еще раз растяните себя ногами вперед. Руками назад. Теперь, сохраняя это вытяжение, отпустите руки вниз. И внимание направьте только в левую ногу. Не отрывая левое колено и бедро от пола, согните правую ногу. Скрестите пальцы рук на середине голени. И притягивайте правое колено к груди. Но больше внимания сохраняйте в левой ноге. Если мы забываем о левой ноге, притягиваем правое колено, у нас левая нога поднимается. Это ничего не дает для снятия напряжений. Поэтому выпрямляйте левую ногу. Переднюю часть левого бедра опускайте вниз, как будто бы вам нажимают на нее. А низ позвоночника также нужно направлять внутрь. Поза ветра. Экка, пада, павана, муктасана. Сейчас мы с вами массируем печень. Согнутая правая нога выполняет хороший массаж печени. Отпустите ноги, вытяните ноги вперед. Также заднюю часть ног постарайтесь положить на пол. Теперь согните левую ногу, сохраняя внимание в правой ноге. Меняйте перекрест пальцев рук на середине голени. И притягивая левое колено к груди. Опускайте правую ногу всей задней поверхностью на пол. Держите стопу правую вертикально. Не заваливайте ее вправо или влево. Теперь обе ноги согните в коленях и захватите голени обеих ног. Отпустите все и расслабьте. А теперь понаблюдайте за шеей. Что произошло с нашей шеей? Если мы стараемся и сильно притягиваем к колене груди, то плечи, как правило, поднимаются вверх от пола и приближаются к голове. Это создает сжатие в шее. Опускайте плечевые суставы вниз на пол, а лопатки поднимайте вверх от пола. Теперь плечевые суставы направляйте вниз от головы в сторону ног. И понаблюдайте, что шея начинает удлиняться. Эта поза прекрасно массирует органы. Желудка, кишечник. Отпустите руки и ноги. Повернитесь на правый бок. Сядьте. Поза закончена. Сегодня у нас самое первое занятие, поэтому мы выполнили немного поз. И позы достаточно просты на первый взгляд. Но когда мы начинаем их выполнять, они достаточно сложны и не на первый взгляд. И всегда занятие мы завершаем позой шавасана. Это поза трупа. Шава переводится как труп. Нужно лечь ровно на спину. Согните ноги в коленях. Постарайтесь уложить низ позвоночника на пол. Теперь вытяните ноги вперед. Затем отпустите и уроните ноги от оснований, от паха. Вправо-вправо, лево-влево. Если у вас болезненная поясница, если она у вас болит, то нужно приготовить какие-то приспособления. Можно валик положить на бедра. Это первый вариант. Второй вариант. Валик можно положить под колени. Но если поясница болезненная, то этот валик должен быть еще выше. Закройте глаза. Направьте взгляд под веками вниз. И все ваше внимание сосредоточьте на своем физическом теле. Мягко откройте глаза. Отталкиваясь левой рукой, сядьте. Скрестите ноги. Первое занятие закончено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok